Канищев Беспрерывно атаковал и первый мяч был забит уже на шестой минуте. Титов, Оленичев. И метров 14. Канищев сильно бьет низом. 1-0. Через три минуты он отличился еще раз. Опять комбинация на левом фланге. Сразу несколько футболистов врываются в штрафную площадку. Защитники играют не лучшим образом. И Канищев спокойно проталкивает мяч в ворота. Шла девятая минута. Свой третий мяч он забил на 11-й минуте. 3-0. Ну а потом стали забивать и другие футболисты. 4-0. На 19-й минуте после удара Александра Ширко. И вновь Ширко. 5-0. 27-я минута. А через минуту Егор Титов дважды бил поворотом. Ну и второй удар уже был неотразим. 70-я минута. Андрей Тихонов проходит по флангу. Делает прострельную передачу. Мяч задевает кого-то из защитников. И оказывается в сетке ворот. 7-0. А на 40-й минуте. Прекрасным дальним ударом. Это в 35-ти поразил ворота Вахша Мирослав Ромащенко. 8-0. Здесь должен был забивать Кеченов. Но мяч попал в штангу. И тут же добил его ворота Оленичев. 9-0. Но это не последний мяч в этом тайме. 10-0 после удара Канищева. За 45 минут он забил 4 мяча. А во втором тайме Спартак на три четверти поменял состав. Но характер игры не изменился. Спартак беспрерывно атаковал. 49-я минута. Валерий Кеченов. 11-0. Дважды бил Кеченов на 56-й минуте. Еще 12-0. И во втором тайме прекрасно сыграл Луис Робсон. Начиная с 61-й минуты по 90-й он забил 5 мячей. Он прекрасно, технично играл. Хорошо взаимодействовал с партнерами. Как на тренировке Спартак действует. С подачи партнера Робсон. 14-0. Не ошибиться бы в счете. Голов очень много. Из глубины поля выходит вперед Егор Титов. Обводит вратаря. 15-0. Редко такое увидишь. Комбинация стенка. И Кеченов. 16-0. А в последние 6 минут трижды отличился бразилец Робсон. В этом тайме, точнее за 30 минут, за 29 даже, он забил 5 мячей. Это, конечно же, достижение. Преувечивать победу Спартака не нужно. Соперник был практически не готов к такой игре. Выглядел довольно-таки слабо. И тем не менее, Спартак провел хорошую тренировку с большой нагрузкой. Ни разу спартаковцы не останавливались. Не берегли силы. Ну и на последней минуте у соперника была возможность размочить счет. Но вратарь Епифанов, высшедший на замену, хорошо сыграл. 19-0 пользу Спартака. Спартак одержал вторую победу. Также без потери идут киевские и тбилисские динаутцы и рижская команда СКОМ.